Здравствуйте, дорогие друзья! Мне нравится, когда шумно, да? Мне нравится, когда... В уши говорят, сейчас я его отпущу. Вот. Всё, гуляй дальше. Сегодня речь пойдёт о чёрных мамбах. Да, довольно популярные змеи, по которым есть очень много популярных вопросов. И один из них касается самого названия чёрных мамб. Почему они чёрные? Часто спрашивают в комментариях, а потом некоторые часто и отвечают на этот вопрос, потому что есть довольно-таки популярный ответ на него. А именно причина, по которой чёрные мамбы чёрные, это их тёмная-тёмная пасть. Кстати, посмотрите, какой сейчас пумянут милый. Эй! Разлёгся тут. Да, у них действительно чёрная пасть, но на самом деле у очень многих змеи это распространённая фишка. И, собственно, смотреть надо истинно всегда на поверхности. То есть в данном случае уж тем более, потому что причина, по которой чёрную мамбу называют чёрной, и на английском языке, и на русском, это их тёмная краска. Но начнём издали, да? Потому что, в принципе, в научном мире чёрной мамбой никто чёрную никогда не называл. Потому что с самого момента её... Потому что с самого момента её открытия, именно в 1864 году, был описан данный вид Гюнтером, не было ничего в описании сказано. Бедный ребёнок так тужится. Так старается. Немного отвлеклись. Так вот, в первое описание нет ничего о чёрной пасте чёрной мамбы. Там говорится о многочисленных чешуйках, в отличие от других мамб. Говорится о размерах, говорится о форме тела в течении, говорится о чешуйках, о фолидозе головы, то есть какие щитки как расположены. Но ничего о чёрной пасте там, конечно же, нет. И само латинское название отражает исключительно морфологию. То есть дендраспис, это древесная змея, полилепис. Почему полилепис? Потому что в поле много чешуек. Много чешуек относительно других мамб. Потому что у тех же западных зелёных, восточных зелёных мамб, у мам Джеймса не чешуек, и гораздо меньше от того, что они более крупные, выглядят как кольчуга. У чёрных мамб они мелкие, и от этого их больше, естественно, если посчитать, сколько нужно обхват мамбы и чешуек, то окажется, что это рекордное количество, на самом деле, относительно других аспидовых змей, относительно многих аспидовых змей. И, соответственно, единственная причина, по которой чёрную мамбу называют чёрной, опять же, да, обратим внимание на всех перечисленных мной других мамб, она тёмная относительно них. То есть это единственная мамба, у которой есть практически чёрный окрас. Все остальные мамбы, они зелёные, в норме. В норме зелёные, об этом попозже сейчас ещё тоже пару слов скажу. Потому что чёрные мамбы, да, они иногда бывают голубоватыми, иногда бывают такими светло-серыми, но иногда даже поперечно-полосатыми, то есть серый фон и тёмные полоски поперечные. Но и совершенно чёрные, но не сильно чёрные, прямо смыльные чёрные, а вот такие вот прям тёмно-тёмно-серые, среди них встречаются достаточно тёмно-серые, чтобы их называть чёрными. И это единственная причина, по которой их называют чёрными мамбами. К их рту, к их глазам это вообще никак не относится. И, собственно, в первоисточниках об этом тоже и говорится. Теперь пару слов о том, почему название, оно не такое уж и правильное на самом деле. Потому что есть куда более чёрные мамбы, чем чёрные мамбы. Потому что среди мам Джеймса Никаймоза, Дендраспи Джеймса Никаймоза, встречаются абсолютно чёрные особи, у которых, ну, прям вот как раз чёрный-чёрный-чёрный, очень чёрный. То есть прям смоленой чёрный. И в том числе у меня есть крайне тёмная особь, которую сейчас, надеюсь, вы увидите, и мне удастся её показать. Как видите, у неё как раз более такой тёмный, чем у самых-самых чёрных-чёрных мамб. Ну, такая, не самая-самая, не самый выдающийся с этой точки зрения, не самый выдающийся меланис. Но это, скорее всего, исключение, потому что в норме, вы сами понимаете, мамбы Джеймсоне, они зеленоватые, желтоватые, дрестоватые, но обычно у них чёрный только хвост. Вот. Такая вот информация, мелкое замечание, небольшой ответ на популярный вопрос, чтобы в дальнейшем в комментариях не пришлось на него отвечать. Подписывайтесь на Частный Экзотариум. Пока я жив, подписывайтесь на Пумёнка, подписывайтесь на меня в Инстаграме, ссылка в описании. Вступайте в группу ВКонтакте Частный Экзотариум. Не забывайте про лайки. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok